друзья всем привет вы на канале делай то делай это с вами ким и сегодня мы будем рассказывать о том как мы делаем водоснабжение в тех местах где проводили ранее гидролизационный слой в прошлом видео я вам показывал как мы наносили бетонную мастику и затем на пол клеили гидроизоляцию тпп сейчас мы в этих санузлах мы будем делать водопровод перед стяжкой заводить это внутрь стен и пополам которые будут в дальнейшем заливаться пойдемте смотреть вот он первый санузел здесь мы видим выведена в стенах за штробленных местах подводка под раковину положили развод у нас идет исключительно пополам там где будет происходить заливку еще у нас здесь отверстие оставлено это отверстие по вентиляции который будет входить наверх также у нас здесь выведена под душевую и значит трап установлен уже трап на злиной 500 миллиметров здесь на дальнейшем перегородка всем покажу как мы будем монтировать но уже после конечно самих теплых полов также сделали в других помещениях аналогичным образом он все это выглядит таким образом пойдемте посмотрим на этом этаже все четыре помещения вот мы видим уже подводка осуществлена непосредственно кузлу смеситель здесь подача обратка плюс рецеприкуляция теплой воды сделано все комнаты соединены в одном месте здесь выход из комнаты также будет после теплых полов верхом пропущен здесь нам остается подсоединить один шланг ну пока это не делаем холодная вода для работ необходим вот здесь тоже уже выведена из комнаты так это все выглядит дело давайте посмотрим также здесь у нас будет рукомойник здесь вывод на душевую там где трап стоит и санузел здесь будет на закрываться канализационная труба с вентиляцией и трубами стенкой дополнительной в этом помещении и соответственно 4 помещения на этаже здесь также все сделано уже из работы пошли на втором этаже дальнейшей также мы сегодня приступили к винтажу откосов вчера были установлены маяки маяки подсохли вот они видно установлены по размерам не стали мы делать откосы из сэндвича решили сделать гипсовая таким образом наносится штукатурка не у нас все здесь здесь тоже сделано уже подсохли сверху тоже накидали дальше пойдет уравнивающий слой поставим сюда в это место и наверх уголок с сеткой малярные мы будем это все дело шпаклевать уже с уголком на все углы у нас пойдут малярные уголки с сеткой чтобы избежать трещины проще этих комнатах да и здесь тоже уже сделано такого так получилось у нас анкосик но он еще таком грубом виде исполнении дальше это будет доводиться уже дома вот такие вот дела и позже покажу вам 1 и 2 этажи о то как делали развод на водоснабжение при штукатурке откосов необходимо установить сетку на углы в дальнейшем она не растрескалась у нас визае перепад температуры и больше было жесткости сетка ставим с уголком двух сторон вот так у нас получается уже готовая за штукатуренная сетка ее практически не видно придаёт жесткость для снова уголка дальше здесь будет наноситься сетка под шпаклевку это тоже мы с вами все увидим так видно только ногу немножко выступает четко на момент шпаклевки все будет убрано либо декоративная отделка стен либо окраска это уже по ходу будет приниматься решение пока вот такими движениями все так друзья но в общем сделали мы санузлах проводку водоснабжения во всех поставили трапы и подготавливаем теперь полы непосредственно к застилке перед теплыми полами вот здесь все отверстия щели замазаны давайте посмотрим как мы это делаем вот мы видим здесь внизу мы стелим клеенку сверху идет у нас сетка сетка сетку выбрали значит диаметром 3 миллиметра ячейка 50 на 50 таким образом это получается по этой сетке будет раскатываться теплый пол каждом помещении для чего нужно полиэтилен полиэтилен нужен для того чтобы отсечь нам стяжку вот бетонного основания шумоизоляцию мы здесь не стелим снизу при необходимости шумоизоляции будет крепиться на потолок нижнего этажа так здесь разводку мы частично сделали две комнаты подсоединили а две комнаты у нас будут подсоединены после раскладки теплого пола также здесь отмечаем какая комната у нас к чему относится данном случае видно что это вторая комната слева направо часов стрелки вот такими мы видим комнаты сейчас сам процессе говорится росла но здесь проверили под давлением заглушки не было в этой комнате поставили таким образом шланчик чтобы подать давление трубы и проверить качество спайки если где-то течь или нет чтобы потом не попасть просак после заливки и не оказалось того что где-то течь поэтому всегда в первую очередь после того как вы сделали разводку водоснабжения обязательно подключите к давлению воды чтобы проверить все ваши соединения в нашем случае все отлично течи нигде нет ни капель даже намека на эту здесь все вылетено дальше будем сейчас закладывать пленку и населать сетку и перейдем уже к раскрутке нашего теплого пола и немножко электрики покажем как мы собираем на каждом этаже у нас щеточек отдельный так вот таким вот образом все это выглядит так что ребята хотите увидеть дальнейшие виды работ по раскладке теплого пола подписывайтесь на канал то это еще не сделал ставьте лайк если видео понравилось с вами был ким всем пока до скоро